МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомелю, студии працу Александра Гамоля, глядите у гэтым выпуску. Великая размова у Гомели. На 8-е снежня заплановано посяжение Совета Министров Союзной Державы. Мост Прас-Прыпять по Межтуровам и Житковичаме закрыты для руху транспорту, организованный объезд. Самые прасовитые у Гомеле выбрали лепший студотрат. Выратуй мое жите. День донора провели у медуниверситете. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сегодня разглядел кадровые пытания. У приватности керавник Державы дал узгоду на назначение керавнику администрации двух районов города Гомеля. Сергей Анатольевич Радзюк узначалит администрацию Советского района. Дмитрий Валентинович Лебедь администрацию Центрального района. Завтра у Гомеля отбудется посяжение Совета Министров Союзной Державы. На парадку дня колят 20 пытанев. У приватности на посяжение плануется обмерковать ход выконание приоритетных накерунков дальнейшего развития Союзной Державы наперед до 2022 года. А так само некоторые пытания реализации одинной промысловой политики и формирования огульной миграционной просторы. А прощатого на парадку дня план сумместных мероприемств опасу продеяния терроризму, админа роумингу на территории Союзной Державы и заснование Союзной премии у Галине на Вуки и Техники. Еще одно важное пытание – проект декрета высшейшего Державного Совета, який пишется огульного бюджета на наступный год. Дарыш и завтра будет обмежеванный рух по буйных в улицах областного центра про это попереживая Держава Инспекция. С 11 до 18 годин 8 Снежня будет частково обмежеванный рух по улицах Федюнинского, Малайчука, Крупской, Советской, Пролетарской, Фрунзе и Ильича. Водителям просить уличить эту информацию. Увага! Терминовое поведомление адрес публиканского унитарного предприемства Гомель-Аутодар на мосте Прозраку-Прыпять, размешанным на автодорозе Р-88, Житкович и Туров, Давид, Городок, Граница Украины, выявлены по шкоджении, принято решение об закрытии автомобильного руху. На место зараз працуют специалисты, які высветлять сурьезность выявленных дефектов. Водителям просят рухаться по объездных республиканских дорогах. В данный момент движение остановлено, поэтому я хотел бы обратиться к пользователям наших дорог, что сейчас организовывается движение по объезду искусственного осторожения в направлениях по республиканским дорогам. Это через Калинка и Чимозер-Лельчицы, ориентировочное протяжение 249 километров, и через Лунинец-Пинстолин, с выхода на Давид Городок, Туров, то есть 276. Поэтому просьба учесть эту информацию. Проинформировано МЧС, ГАИ, Организация здравоохранения, газовая, пожарная, милиция. Вызван институт наш, научно-исследовательский институт, группа выехала с Минска. Поэтому в дальнейшем мы будем информировать по тем работам, которые будут проводиться на мосту, и по движению. Протягиваем выпускать одного до трех бюллетенев отримают грамадяне при голосовании на мясовых выборах. Дифференциация связана с тем, что грамадяне краины, окремя жихара у столицы, будут выбирать одночасово депутатов розного узровню по отповедных округах. Например, той, кто проживая у вёсты, для голосования отримливая одразу три бюллетени по выборах депутатов областного совета, районного и сельского совета. Нагадай, местовые выборы пройдут у Беларуси 18 лютого. Обзавестись от домом пропануя фонд «Гомеля был майомость». 25 объектов выставлены на аукцион, який пройдет девятого студеня. До продажи пропануваны дамы жилой площадью от 24 до 96 квадратных метров. Яны знаходятся у Калинковицким, Рогачевским и Решевским районах. У Калинковицким размешано 7 жилых домов и 14 блокированных на некольких господаров. У Решевским районе продаются три дамы, у Рогачевским – один. Початковый кошт вагается от 1700 до 12 тысяч рублей. Прием заяв для удела у аукционе завершится 5 студеня. Додатковая информация есть на сайте фонду «Гомеля был майомость». Ее можно отримать и по номерах телефонов 70 36 43 або 70 38 49. Кожный человек сутыкается с ситуациями, у яких потребна допомога. Добрая максимумасть вернуться за ее и прийти на прием до керауництва региона типа телефоновать на правую линию. Пытания, с якими звертаются жихары Гомельщины, самые разные. Большость объективная, связанная с загульным поляпшением работы как особенных галин, так и мясцовой улады у Вогуле. А лесу строкаются и такие, сутности оких узводится, да не больше не меньше, как до потребования поменять законодавство, чтобы задоволить уластные потребы. Некоторые инакше курьезными не назвать. У Апошнишас подчатились озвороты от особных жихаров у Луковского сельского совета. О проблемах, которые хвалюют насельництво, материал Дмитрия Котова. Будовництво водопровода, ремонт дорожного покрытия, ликвидация звалки бытовых отходов, доброупорядкование и развитие инфраструктуры. У сего на приеме старшини Гомельского обл. Конкама у вересня этого года зафиксовано 16 пытаний, связанных с Улуковским сельским советом. Певная их частка выращена в короткий термин, особенная по требованию финансовых укладаний. И тому на это необходимый час. Зараз все обгрунтованные пытания находятся на контроле областных уладов. Комиссии периодично выезжают, как проверить зробленное и провести размову с насельництво. Однако диалог не завжды складывается конструктивно. С выражением певных пытаний уже хоры сгаджаются, а вось по инших отновляются спрыжки. Следующие вопросы. Установка так. Несогласие с местом развещения выбивалки для ковров. Там вообще поставили под самую дворовую территорию. Они разворачиваются по этой выбивалке, ковре, и тут детская площадка, крыки, виски. Мечи гоняют мой забор. Я сделала замечание, они у меня фотографии есть. Я сейчас засняла. Ручками дети уже машут меня. Это мне, что вместо столбы у нас это все. А городите двор забором. Вы же понимаете, что в любом... Двор огородите забором. Какой двор забором? Ну, это важно. Двор огородит забором. Это лима мешает мне. Пятиэтажный, чтобы не лететь. Они были там. А где вы видели пятиэтажные дома, огороденные заборы? А где вы видели, что вы так построили близко? Размова об этом пятиповерховом доме у поселка Юбилейный. И он был сдаден в эксплуатацию в минулом году. По словам Жанчины, домовладание, якой находится праздорога у приватным сектору, такое суседство выкликает шмат незручностей. Мало того, что пятиповерховый дом закрывает солнце, так и шеи подъезды разгорнуты не в тим накерунку. Восьмидесятиквартирный жилой дом, значит, он строился по госзаказу для жителей Гомельского района. Значит, с тех пор начались жалобы хозяйки дома, который расположен напротив, через улицу механизаторов. Вот с этими претензиями. Проектная документация прошла государственную экспертизу. Только после проведения государственной экспертизы мы, конечно, могли здесь все построить. Однако особные жихары у Луковского сельсовета не могут найти взаиморазумения не только с мясцовой уладой. Есть претензии и до суседев. Этот шанс перерастает в серьезные конфликты. До нас за допомогой звернулась жихарка везки Головинцы Алина Рудова. На протягу десяти годов на территории своего приватного подворка она занимается разведением курей. А вот суседка на супрыть Валентина Смаль, стверждая, что такая деятельность в Одессе с порушениями и тому неодноразово выкликала санитарные и ветеринарные комиссии. Пришла бы сказала, Лен, там так, так и так не нравится. Мы бы сделали. Ну, нашли бы общий язык. Тут звонок двери открываю, мы к вам комиссия. Ну, проходите, идите, смотрите. Туда-сюда опять комиссия. Да что это такое? Что она от моей души хочет? Чтобы я закрылась? Я не буду закрываться, это мой хлеб. Я работаю. У меня этот сырай стоит 10 лет. И что я буду его бурить? Для чего? Что это? Активная громадянская оппозиция суседки и Олена Рудова с оправды, порушая санитарные нормы. Чтобы разобраться с ситуацией, мы звернулись до специалистов. При рассмотрении обращения гражданки Смаль Валентины Федоровны, обратившейся по поводу размещения курятника ее соседки, проживающей по улице Комсомольской, 14, населенного пункта Головинца Гомельского района, специалистами Гомельского районного центра генной эпидемиологии, неоднократно были проведены в этом году выезды. Последний выезд был проведен 22 ноября 2017 года. В ходе выезда нарушений требований санитарных норм и правил не было установлено. У ветеринарной службы района отказ аналогичный. Проверки сожнивних этого года были неодноразовые, и что головное, без попередживания. Однако каждый раз члены комиссии только разводили руками. Сколько мы там обошли полностью. Человек занимается с душой своей работой. Поэтому я просто, ну не знаю, хотел бы сказать, что таких людей надо как-то поддерживать, а не ездить со всеми проверками. Она уже, я так понимаю, этот человек, который уже устал и на нервном пределе, так сказать, от этих всех наших проверок. Просто вот другой раз приезжаешь и, ну, жалко смотреть на человека. Для полноты картины мы связались с Валентиной Смаль. И вот что и она окажет на конт к этой ситуации. Валентина Федоровна? Да, я. Здравствуйте. Это вас Дмитрий Котов беспокоит, телеканал «Беларусь-4». Ваша соседка напротив Елена Рудова. Вот как вы прокомментируете вот конфликтную ситуацию, которая вот сложилась между вами? Только я хочу предупредить, наш разговор записывается, чтобы вы были в курсе. Очень хорошо, очень хорошо. У нее в огромнейшем количестве. Это сейчас затишье ясно, понятно, что курей сейчас никто не покупает, ни цыплят, ни молодняка, ничего. И у нее сейчас все закрыто, и любая комиссия скажет, что у нее нет. Но когда начинается вот весной, вы не представляете, какие я выдерживаю вот эти вот испытания. Летом дверь не открыть. Вот это, ну, курятник, вы понимаете, какой запах. Я говорю, до того, как приехала комиссия, три дня здесь работали, вывезли все, вымыли кельхером все помещение, комиссия приехала, чистота порядка. Однако не все мясовые же хоры поделяют меркование Валентины Смаль. Многие кажут, что таких спрэшек у везцы давно не было. Периодично возникали конфликты. Бо в человеческих взносинах, як и в житине, может быть только белая полоса. А лишь завсёды усё выращалось мирным шляхом. Ганна Карелина одна состорожила у везки. Отлеглася от её дома до подворка Алены Рудовой два метры. При этом не зручностях у женщины не отчувая. Какая может быть воня, если они постоянно чистят, убирают. У нас никогда никаких скандалов, ну, ничего буквально. Нам она совершенно не мешает. Что она держит, как она держит. У меня тоже было, и хозяйство было, много было хозяйства. Это что я сейчас вот инвалид с сапочком. А у нас столько было хозяйства, что её... Так что нам у каждого спрашивать, держать нам что-то или не держать? С неё надо пример брать и вот равняться. Ей равняться, нам равняться. Я, допустим, намного постарше её, но я, говорю, беру пример. Честно. Я приду, у неё посмотрю, вот проезжаю. Еду, посмотрю. Да, и мне надо что-то подтянуться. Мне надо взять пример. Культуру поводина, выхование и пошутчётакту никто не отменял навод у самых напруженных ситуациях. А лишь то робить, коли вырошить конфликт мирно, не отримливается. За отказом мы свернулись до юристов. Способы защиты различные, начиная от возможности обратиться в суд за защитой порядка гражданского процесса с иском, с требованием опровержения клеветнических сведений. Также может сопутствовать требование возмещения морального вреда. Может быть и в том числе возмещение убытков, которые понесло лицо, в отношении которого данные сведения были распространены. Треба ведать, что законодавством продуглежена администрационная и навод криминальная отказность. Куды левш мирное урагалевание конфликтной ситуации. Пакуль кропка у этой истории не поставлена. Махчима гэта отбудется зусим худка, и вёска головинцы знов заживе спокойным сельским житём. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» назвали пероможца областного конкурса «Працовный семестр». В этом году в студентских отрадах, которые были сформированы в научных установах региона, працевали около 1500 человек. Еще около 7 тысяч оказывали допомогу в якости волонтеров. Досягнение и перспективы другостной занятости в материале Олега Чентьюрова. Свою историю белорусской студотрады отличаются от 1963-го. В тот год в Казахстан выехали 2500 студентов, 16 высших научных установок Белоруссии, в том, что в Гомельской области это был сопроводимый массовый працованный десант. Зводный отрад працевал на обладательстве больше 360 объектов разных призначения. Всего лета на Гомельщине працевали около 8 тысяч наученцев и студентов, али непосредственно бойцами студентских отрадов стали только около 1400 человек. Усе остальные працевали по так званой индивидуальной форме. Причину такого разделения необходимо шукать в особливостях законодавства. До этого года оно не дозволяло формировать полновартостные отрады у степлые термины. Увы, ни куча гон, на предприемстве часто праца уладковали группы у сего понекольких человек. Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Гомельским госполкомом подал предложение в Министерство образования об изменении законодательства. Эти предложения были приняты, и мы сейчас ждем уже, что к новому трудовому семестру будут такие нормы в законодательстве, которые позволили бы гораздо упростить именно формирование студенческих отрядов. Потому что в этом году мы вынуждены были, часть людей у нас были трудоустроены индивидуально, и на некоторых предприятиях работало 2-3 человека. Еще одна причина, которая оказывает самый непосредственный уплыв на студентский рух, объективные. Некоторые скировников не ожидают предоставлять часовое процедурное место, и не только тому, что необходимо клопотиться за все про своих работников. Сегодня отдельность судотраду находится под пельной увагой контролирующих службу. Бачить такие на предприемстве, жидая не каждый директор, хоть отворотные приклады, есть так само. Например, строительный отряд 2014 у нас в этом году брал два отряда. Вот у нас была областная молодежная стройка. Также в Калинковичах у нас работал строительный отряд. Очень много было сельскохозяйственных отрядов. Даже за рубежом у нас работали сервисные сельскохозяйственные отряды. То есть мы ищем возможности. Об летнем працаводковании студентов за межами Беларуси особная размова. В этом году в России працавали всего 400 отряды. Основные виды деятельности – работа на сельскохосподарших палетках и уборка службовых помешканев. Головный стремлюющий фактор – разыходжение у национальных законодавств, что створает широк проблем с пошуком больше высокооплачиваемых местов працы. Канчая справа, что не все студенты сегодня ожидают працевать выключено за гроши, когда 7 тысяч человек находились у волонтерских отрядах. Одновление святыни в Беларуси, допамога пожилым людям, чистый двор – это только некоторые из 270 акций, проведенных в этом году волонтерами Гомичины. Все зависит от того, что человеку приятнее делать. Либо помогать в социальных учреждениях нуждающимся. Либо он хочет помочь нам на велопробегах, оказать помощь спортсменам на марафонах. Либо этот человек хочет поубираться в лесу, скрести листья, либо оказать помощь в пришкольной территории. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». «Вырытое мое житё» – акция под такой назвой пришла сегодня у Гомельского медицинского университета. Ее отделниками стали студенты и педагоги, которые вы решили стать донорами на безвыплатной основе. Как они вы решилися на такие кроки, эти шмат бескорестливых доноров в нашем регионе, доведались наши корреспонденты. Амаль 400 доз крови. Минавито стольки студентов и выкладчиков Гомельского медуниверситета выказали жадание стать донорами на безвыплатной основе. Их кровь допоможает вырытывать житё або одновить здоровье сотням хворых людей. Такие акции у ВНУ – давняя традиция. Прикладно пять годов тому, я и инициаторами выступили Гомельская станция переливания крови и профсоюзная студентская организация. С тех часов акция проходит двойче на год. На самом деле в такие дни мы гордимся своими студентами ещё больше, чем обычно, потому что это такой поступок очень гуманный. И для будущего доктора вот этот такой урок гуманизма, он, конечно, очень важен. Кто, если не я? Ну вот все будут думать, что кто-нибудь другой сдаст, а в итоге это и не будет. На этот раз жадающих сдать кровь оказалось и настолько шмат, что акцию пришлось растягнуть на три дни. Даручи безвыплатным, их донорство можно назвать умолна. У якости компенсации кожная трома у солодки паёк, рашовую знахороду по мере 19 рублёв и сувенир. С жаданием сдать кровь, а мельчане звертаются и на саму станцию. Зробить это можно и на платной основе за 88 рублёв. Но, как показывает практика, для доноров это худший жизнь до помоги. Если в минулом году на безвыплатной основе в регионе кровь сдали 20% доноров, то сёле такали от 30. Звание почётного донора присваивают, когда человек сдаёт 40 кроводач или 80 плазмодач. Но если человек сдаёт безвозмездно, то тогда одна кроводача безвозмездная оценивается как две обычных. До того же сдача крови на постоянной основе корыстная и для самого донора, как профилактика захворывания у сердечно-сосудистой системы. Науковцы, уходя обследование, высветлили, что у тех, кто регулярно сдаёт кровь, инфаркты возникают в десятки разов уродей. Ганна Ковалёва, Игорь Марыщенко, телерадио «Компания Гомель». Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Бяседа» выступил у Гомеле. Концертная программа была насыщена яркими номерами с национальным колоритом. Репертуар «Бяседа» складается с белорусских народных песен розных жанров – лиричных и жартовных, присвеченных семейным урочистостям, народным обрадам. Это музычная композиция, яке изъявляется неодъемной часткой духовного життя белорусского народа. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кожное выступление ансамбля народной музыки «Бяседа» – видовище, яркое и неполторное. Высокий выкональницкий узровень и индивидуальность артистов никого не покидаются Буяковым. «Бяседа» ведома далеко за межами нашей краины. С творчеством заслуженного коллектива поспели познайомиться не только жихары из соседних держав, а леет их, яке знаходятся навод на самых отдаленных континентах. Не глядяши на широкую гастрольную географию, самые близкие артистам – белорусские глядаши. С огромным удовольствием ансамбль «Бяседа» приезжает в гостеприимный город Гомель. И это уже стало прекрасной, доброй традицией. Когда я вижу полный зал, восхищенные глаза зрителей, эти горячие аплодисменты, море цветов – это настолько вдохновляет. И мы с новыми силами вновь и вновь приезжаем по Беларуси, во все города, ну и, конечно же, в прекрасный город Гомель, где гостеприимная, прекрасная публика. Приходите на концерты ансамбля народной музыки «Беседа». Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tv.gomel.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами «Спорт» у вас познаемець Максим Савин. Продолжение следует... Продолжение следует...